Викторианский фигурок Викторианский фигурок Викторианский фигурок И для того, чтобы придать моему обзору Более познавательный информационный характер Я воспроизведу звучание Тех музыкальных инструментов Которые у моих героев Находятся в руках Начну я с статуэтки Которая занимает Центральное место Благодаря своим размерам Во всей этой композиции И на этой статуэтке представлены молодые мужчина и женщина, которые, наверное, где-то вот на природе, во дворе дворянской усадьбы музицируют, и в руках у них достаточно редкие, и я бы сказал, старинные инструменты. У мужчины это волынь, и перед ними на траве лежит лютень. По всей видимости, эта пара готовится к совместному исполнению какого-то дуэта. Я должен сказать, что это очень редкий дуэт лютень и волынь, и мне не удалось найти совместное звучание двух этих инструментов в интернете, поэтому придется слушать их поодиночке. Ну, что можно сказать об этой фигурке? Значит, ну, во-первых, ее размеры достаточно велики, то есть примерно где-то сантиметров 20-25 высота этой композиции. Она очень тяжелая, я думаю, что вес ее составляет больше двух килограммов. Значит, что касается производителя. Судя по клейму, вот оно перед вами, это произведено в Германии, в Тюринге, на мануфактуре Фолькштетт в период с 1915 по 1936 год. То есть это довоенная фигурка, и мне представляется, что этим она, конечно, ценна. Ну, и давайте вот мы обратим внимание на то, как герои расписаны. Я думаю, что здесь очень красивая роспись. Ну, и цветовое решение. Бордовый сюртук у мужчины, у женщины синее с фиолетовым платья, вот видите, оно все расписано здесь. Ну, и вот мне представляется, что очень тонко представлены здесь лица, они одухотворены, углублены решением какого-то сложного момента, связанного с исполнением предстоящего музыкального фрагмента. Вот, давайте попробуем заглянуть к ним в ноты. Вот, по всей видимости, сейчас раздастся удивительная музыка. 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 Которые также на замечательном ландшафте На такой цветочной какой-то поляне, как мы видим Музицируют на небольшой гитаре Это первая женщина, а вторая держит в руках и помогает ей с партитурой Эта фигурка произведена на немецком, на фактурном предприятии Которое называется Эрнст Берн и Сыновья Судя по клейму, производство это также довоенное Примерно где-то 1901 по 1920 годы И мне представляется, что это, конечно, тоже достаточно редкая антикварная статуэтка Я предлагаю вам самим оценить ее художественное решение Цвета и роспись Замечательные платья, шикарные платья 18 века здесь изображены Ну и вот давайте посмотрим Насколько погружены в свое занятие две молодые прекрасные дамы Дама музицирует на такой небольшой гитаре И звук этой гитары доносится к нам из глубины веков Дамы музея Еще одна замечательная музыкальная композиция Которая вписывается в выбранную мной тему Уроки музыки мы видим двух героев Мужчина и женщина Которые тоже находятся в процессе музыкального урока Какой-то музыкальной репетиции У мужчины в руках Ну, либо гобой, либо фагот Ну, вот, скорее всего, по очертаниям это труба У женщины скрипка По всей видимости, они тоже готовятся к исполнению какой-то сложной композиции Обговаривают последние детали Судя по всему, мужчина дает какие-то определенные советы По-моему, очень тонко выполненная статуэтка Мне очень нравятся цвета Сочетание желтого Цвета его камзола И бордового платья у женщины Впереди оно, видите, расписано очень тонко разными цветами Розами В общем, очень много здесь подобрано цветов Да, и, вот скажем, синий цвет на платье Идет в тон к таким вот замечательным туфелькам Которые мы видим надеты на женщине Вот, ну, вот Давайте посмотрим Где эта фигурка была произведена, судя по клейму Да, судя по клейму, мы видим то же самое Это мануфактура Эрнст Бенн и сыновья И, соответственно, мы видим, что это довоенное издание Довоенное производство, тоже начало 20 века Предположительно, в период с 1901 по 1915 годы Ну, вот дуэт трубы и скрипки Мы сейчас с вами послушаем Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и, наконец, перед вами завершающее Мое раскрытие моей темы музыкальные уроки Статуэтка, которая изображает двух персонажей Мужчина и женщина Женщина играет или пытается играть на клавесине Мужчина... Ну, что можно сказать про мужчину? Мужчина оказывает ей посильную помощь в этом Мне представляется, что это какой-то педагог Репетитор по-нашему Который обучает эту женщину Но вообще это больше напоминает даже по композиции Не просто урок музыки Это вообще напоминает какое-то свидание Вот, и мне представляется, что здесь Больше не просто эмоций музыкальных А, несомненно, здесь какая-то любовная страсть И вот-вот и мужчина буквально прикоснется К женщине Я не знаю, во что этот урок дальше выльется Вот Что касается самой фигурки Это производство, давайте посмотрим с вами Достаточно известное клеймо Оно относится к мануфактуре немецкой Хёхст Но что касается годов Выпуска этой фигурки Здесь, я сказать, затрудняюсь Потому что, ну, есть несколько Практически одинаковых типов клейма Которые указывают на разные годы Вот И поэтому год мне определить очень сложно Я бы ориентировочно тоже отнес эту фигурку К довоенным годам То есть до 35-го Может быть до 40-го года Ну и вот давайте мы с вами полюбуемся На само оформление На тонкость Тонкость пальцев у героев Посмотрите, здесь вот буквально прописан Сделан каждый пальчик у женщины И у мужчины На цветы Которые выполнены Вот посмотрите, роза Как тонко выполнена на груди у женщины Ну и вообще посмотрите Вот насколько тонко переданы черты лица По-моему, это вот большое-большое искусство Вот Мне очень нравится цветовое решение здесь Бордовое платье У женщины Очень богато украшенная юбка Такого 18-го века Ну и на мужчине мы видим тоже одет Как и в предыдущей фигурке Желтый такой камзолк К нему подходит очень темно-синий цвет Его панталонов Вот Ну и гармонирует с цветом камзола Цвет туфелек у женщины Вот Женщина играет на клавесине Давайте послушаем, как звучит клавесин Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дорогие друзья Мы с вами рассматривали обзор по теме Уроки музыки И я благодарю вас за то, что вы посещаете мой канал Благодарю вас за теплые комментарии, которые вы оставляете после обзоров Я желаю вам всего только самого доброго Побольше радостных моментов Побольше музыки и солнца Хорошего настроения Ну, всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok